Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и сегодня мы с вами ночная прохождение игры Прэй. Вчера она вышла, новенькая игрушечка, давно её жду, давно за ней слежу, ну-ка ещё бы, от Бесездочки игра. Все игры от Бесезды я очень-очень сильно люблю и уважаю. Ну поехали, новая игра. Так, ячейка компаний. В первую, конечно, играем, как обычно, на низкой, потому что, ну, понимаете сами всё. Это будет у нас больше прохождение такое, по лайту, посмотреть что за игрушка, там пошляться, посмотреть уровни и так далее. Не будем скиловщиной тут заниматься и что-то там, знаете, писькомером, как это обычно бывает. Такими вещами надо заниматься в CSGO по набиванию фрагов. Если будет слишком легко, конечно, повысим. Так, ну давайте за мужчину играть, за мужика какой-то азиатской внешности. Видите, странно, что у нас тут и девушка, и мужик, а в принципе их внешность настроить нельзя. Начало очень похоже на Fallout 4, да, на Fallout 4 похоже, там тоже они подошли к зеркалам у жена и стояли там, пялились на себя. Особенность игры я уже сразу заметил, вот эти глаза красные, просто во всех трейлерах, во всех скриншотах, везде этот глаз фигурировал. Даже на том же E3, по-моему, когда его показывали, сразу все началось с того, что он глаз свой рассматривает. Если честно, отвратительная картина, не знаю, зачем эти маркетологи выбрали именно этот элемент. Я на него смотреть вообще не могу, мне просто отвращение, мне не нравится смотреть на красный кровавый глаз. Это ужасно выглядит, смотрится. Ну, такое, знаете, решение они приняли, бог с ними, пускай. Что ж, еще можно сказать о игре. Первый Prey у нас вышел очень давно, я в него не играл, сразу скажу, но и нет смысла в него играть, чтобы понять эту игру, потому что это вообще перезапуск. Игры это совершенно другая история, совершенно другая игра и изначально она вообще могла выйти под другим брендом совершенно, но они, кто-то там из издателей уловил нечто схожее с оригинальным Prey. И решили, давайте лучше назовем его так, там уже распиарено, не надо будет новым брендиком заниматься. Выпустим Prey, все как бы люди знают. Так, ладно, потом поговорим, давайте посмотрим, что здесь в начале. Русская озвучка, очень хорошо. Субтитры не придется считать. Сома напоминает. Вот сейчас напоминает Сома очень сильно в начале. Так, бонус... А, ну это... Ладно, с ними вашими предзаказами там бонусы. Проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. Ух ты, вертолет. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. О-о-о, и-е, назад, назад. Я хотел приблизить, отдалить, посмотреть. А как теперь выйти? Смой тут дождем. Да назад ты... Как в старые добрые времена. Новая задача. Нажмите щ. А че на русском? Я ненавижу, когда на русских буквах ставят какие-то либо там действия. Че к чему? Алекс убедил меня. Я присоединяюсь к нему на борту космической станции Талас-1. Такой проект нельзя упускать. Кроме того, он сказал, что приготовил для меня сюрприз. Но прежде чем попасть на борт шаттла, придется поработать в тренировочном центре. Надеть форму Транстар. Баши апартаменты. Хорошо. Так, бэкспейс. Очень странное управление. Так, это че у нас тут? Можем еще... А, взять. Ну почему А, не Ф? К сожалению, нельзя это... Зачем я это беру, интересно? Ну и что, посвинячим малость в самом начале? Давайте еще и похватаем. Пригодится. Че-то могу в инвентаре брать, я смотрю. А что-то можно так просто. Че пробил? Ну-ка. Че-то писалось только что. Это так, мусор, все. О, пробил карабкаться. Ох, как ничего себе интересно. Так, у нас тут есть почка. Давайте посмотрим, что у нас. Видите, пароль Morgan U заблокирована. Но мы же должны, собственно, это пароль знать. Нет? А, использовать я, изучить. Это что, Z изучить? А, нажатие, правая кнопка мыши. Так, хорошо. А, это Ф, значит. Или как у нас? Русская А, это Ф, да. Нет, какая жесть вообще. Ух ты, у меня почта новая. Ну давайте прочьем, что у нас там и имеется. Поздравляю, Морган. Мы очень рады услышать о вашем прибытии на борт. Ваш первый официальный рабочий день, понедельник, 15 марта. Но перед этим будет проведен обучающий тренинг, как для всех новых сотрудников. Просто для того, чтобы познакомить вас с жизнью на орбите. Нас ждут славные дни. Желаем приятного полета и до скорой встречи. Томас Такер, отдел кадров. Хорошо, что за доставка? Привет, я послал тебе пакет со всем, что может понадобиться в первый день. Форма, транскриптор и нейромод. Нейромод установи прямо сейчас. Тестирование начнем завтра с утра. Просто следуй инструкциям, я на связи. Какой-то Алекс пишет. Хорошо, все готово. Привет. Только что говорил с родителями, они не приедут к отправлению шаттла. Они в Нью-Йорке по делам компании. Но шлют свои наилучшие пожелания. По-моему, мама немного встревожена тем, что оба ребенка одновременно покидают ее гравитационное поле. Она сказала, что тебе следует вести себя хорошо и во всем слушаться старшего брата. Шутка. Наоборот. Это я должен хорошо себя вести и слушаться тебя. Так-то. Но ты знаешь, мама. В любом случае, всем интересно, что там пришло тебе в голову. Так что приготовься. Постараюсь позвонить утром и разбудить. До скорого, Морган, Алекс. Хорошо, понял все. Выйдем. Почту прочитали. Утреннюю. Нормально. Это полезно. Всегда почту надо читать. Инструкции по установке нейромодов. В смысле? Внимание. Установка нейромодов должна произвестись только сертифицированными специалистами Транстар в лабораторных условиях. Вскоре после операции пациент может испытывать легкий дискомфорт, а его глаз может запылить и покраснеть. Вот именно тот самый глаз. Первое. Достать нейромод из запинанного контейнера, потом прижать прорезиненный наглазник. Ох, ну это, в принципе, мы это все наверняка делать не будем, это так. Просто что у нас тут интересного есть? Ух ты, фотографию. О, со звездой, смотрите, прям какую-то. Что там написано? Техас. Больше похоже на какой-то советский герб. Ладно, понимаем, что у нас тут просто есть такая стандартная обувочка, ничего более. А выбросить левое шавырнуть. Свинячим и свинячим продолжаем. Ну вот костюмчик мой лежит, я его должен надеть, но давайте еще походим малость. Посмотрим, что вообще здесь имеется у нас. Научный метод. Отрывок из архитекторов революции в неврологии. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить вас в математика уровня Эйнштейна? Я отвечу, что все это бред. Это первая мысль, которая приходит в голову. Однако, Алекс Ю так убежден в своей правоте, что подобные мысли исчезают. Я невольно прислушиваюсь к его словам. Меня он не обманет. Себя возможно, меня нет. Алекс откидывается на спинку кресла. Начинается эпоха нейромодов. Угу, какие-то нейромоды. Записка. Ух ты, взять. Давайте, конечно, возьмем. Ух ты, у нас есть что-то интересненькое. Поздравляем, Морган. Записочку у нас поздравляет Алекс. Какой-то наш братишка младший, получается, раз он нас должен слушаться, так понимаю. Мама, наверное, говорит. Ух ты. Взять. Давайте еще здесь пошляемся. Ничего себе в шкафчиках. Какая-то снит лежит. Ну, опитки всякие. Все пригодится, конечно. Плиту можно включить. Не, давайте выключим. А то уйдем. Глядишь, отсюда тут сожгем собственную квартиру. Не хотелось бы. Это что? Что за записи? Ой, какой звук. Чуть не разбил. У нас еще собственная травка имеется. Так, ну ладно. В принципе, здесь, наверное, все. Карабкаться. Давайте карабкаемся на стол. Посмотрим, что здесь у нас есть. Что у нас? Раковина. Можно умыться. В современных играх почему-то не уделяют внимания отражению в зеркале. Я вообще не понимаю, почему. Вспомните последние игры, которые у нас выходили, где было отражение в зеркале. Ну, где мы себя видели. Я вот вообще что-то не припоминаю. В основном либо просто замылено, либо там вообще картинка стоит какая-то. Такой фейл тоже был. О парадоксе фееремии. Так, галактики, миллиарды, ну, не знаю. В принципе, это можно на паузе прочитать. Я буду только важные все записки читать. Всякие такие вещи, я думаю, кому интересно, он может всегда поставить паузу. Я, в том числе, если меня действительно тут что-то заинтересует потом однажды, можно вернуться, так как, да, прочесть. А пока что, наверное, не будем сейчас на исключительно чтение терять время. В этой комнате, похоже, все. Поехали. Первый день на работе надеть форму Транстар. Ваши апартаменты. Ух ты, отлично. Кожаные перчаточки такие прям вообще, они аж прям чувствуются, слышно, как кожа хрустит. Свеженькие. О, какая-то девушка сидит, сейчас познакомимся. Что у нас тут за рыбки плавают? Одна. Одинокая рыбеха. Вертолет 23 метра. Доброе утро, мистер Ю. Привет. Мистер Ю, ну так ответственно, ты могла бы просто сказать, приветик, как делишки. Здравствуйте. На крышу сел вертолет. Ага. Похоже, за вами прибыл. Да, за мной. Я сегодня отправляюсь в дальнее странствие. Нажмите пробел, чтобы подпрыгнуть хорошо. Шифт ускориться, нажмите С. Ну, это стандартно, отлично, мне это радует. H.E.L.O.N. Residential Tuve. Tuve. Мой ужасный английский. Так, крыша, да? Едем туда. Ну, поехали. А, использовать. Ай, левую кнопку мыши жму, я думал на нее. Ну, сейчас надо привыкать к управлению после того же Altlast, скажем. Сейчас все там было исключительно на левой кнопке мыши. Все, что хочешь, так заблокировано. Очень, знаете, похоже интерфейсом, всем цветами и прочим. Вообще, как бы, графикой. Да и вообще тематикой. Сильно на Deus Ex. Очень, очень похожий Deus Ex. Прям вообще. Можно сказать, один в один. Прям даже небоскребы такие же и вертолетом. Очень похож был. Ну что, летим? Поняться на борт? Конечно же. Первый день на работе. Здесь есть вертолет, стоящий на крыше. Садимся и летим. Смотрите, у нас какие места. Прям очень хорошие. Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее. И мы взлетаем. Бефезда представляет. Комплекс Транстар совсем недалеко. Неплохо сделали. 25 градусов. Небо ясное. Неплохой вид на залив. An Arkane Studio Production. Отлично. Такой вводный курс нам тут показывают, кто работал над игрой. Кто причастен к этому всему. Какое-то все выглядит, знаете, как пластиковое что-ли. Все как-то не настоящее. Где люди вообще? Где там самолеты летают, птички? Вообще ничего. Просто какой-то... Я сейчас как оказался в Семь Сити в каком-то. Вот это, наверное, банк. Самый важный. Смотрите, какой. А, ну Prey написано. Понятно. Ну, походу, как раз сюда. Неплохо придумали. Вообще неплохо. Конечно, с титрами. Бруклинский мост. А, вот и птички. Прям как по заказу. Ну, хорошо. Ну, все равно на мосту я не вижу ни одной машины едущей. Он просто пуст. Приехали, мистер Ю. Хорошо. Берегите голову. Удачи вам. Так. Наклониться надо как бы беречь голову, конечно. Явиться в испытательный центр. Ну, хорошо. Да, где он нам будет показывать, я надеюсь, этими точечками, как в прошлый раз. Здравствуйте, доктор Ю. Ты? Это ты говоришь? Давай поговорим. Я оператор научного класса Сивилла-495. Ага. И? Что дальше? Наши исследования требуют высокой и длительной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор, если понадобится. С удовольствием. Всем не терпится увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. Полетели? Мои инструменты настроены на обработку больших объемов данных в реальном времени. Не волнуйтесь, ничто не будет упущено. То есть сюда? У Транстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных станций. Нет, еще. Даже больше, с учетом лунных. Мы еще не ознакомились. Очень скоро вы отправитесь в шаттли на Талос-1. Еще что-нибудь скажи мне. Трифт отвезет вас в зону для испытаний. Ну ладно, все понял. Хорошо. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Да, согласен. Так и есть. Меня там уже ожидают давно. Я вообще какая-то важная шишка. Я смотрю здесь. Все ко мне так по имени-отчеству вас уже ждут, ожидают. Если меня ждут, это уже говорит о многом. Морган. Это кто? Наконец. Это не этот... Это Гейб, это ты? Здравствуй. Явится в испытательный центр. Слушай, Гейб, когда Half-Life 3 выйдет? Народ ждет же, а? Эй. Ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Очень. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиция семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Хорошо. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на армете. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай. Это Аликс. Просто будь собой. Это же наш братишка. Буду ждать. А ты что? Я думал, ты младший братик такой, знаешь, ну как бы... Молодой там, тут какой-то старикан стоит немножечко, это разбухший. Я бы его вместе с собой в зал забрал бы. Позанимались бы там на парочку. Отрывок из архитекторов революции в неврологии. А если скажу, что могу за 10 минут превратить вас в математика уровня Эйнштейн? Я отвечу, что все это бред. Это первая мысль, которая приходит в голову. Однако Аликс Ю так убежден в своей правоте, что подобные мысли исчезают. Я невольно прислушиваюсь к его словам. Меня он не обманет себя. Возможно, меня нет. Мы это уже читали. А почему это нам опять? В который раз одно и то же... Нехорошо. Тестинг-рум. Нам сюда? Почему текстуры не перевели? Если даже текст перевели. Доброе утро, Морган. Привет. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к каким не привыкли, но, поверьте, все будет замечательно. Подопытная крыса прям. Супер. Тогда начнем. Лабораторная. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Хорошо. Будете готовы? Жмите красную кнопку. Ну, я готов. Как можно быстрее, да? Оп. Да, правой кнопки мыши расшлыривать же нет. Почему нет? Чудесно. Это вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Ничего, у них там как все обставлено. Я так понимаю, это сейчас вообще обучение идет таким образом. Он нам показывает, как вообще взаимодействовать с объектами, как что. Ну, хорошо. Давай. Рассказывай. Так, Морган. Внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите. Расслабьтесь. Подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Я что, за стул должен спрятаться, может быть? Спрятался, нет? Смотрите. Он... Он прячется за креслом. Гады. Я... Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну, ладно. Я нормально спрятался, надеюсь? Вы же меня не видите, да? Простите. Продолжим, Морган. Да, все хорошо. Теперь в комнату С. Все чудесно. Пойдем, открывай. Так, давайте посмотрим на них, как они там пошли. Важно. Такие вообще профессора прям изучают меня тут. Комната С. Си. Здрасте. Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Хорошо, сперва красная, да? Ну, у меня красная кнопка. Понял. Бежим. Успел? Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс, я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Да-да, я слышу вас. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Да ладно, бывает. Ой, ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. С удовольствием. Я умею лазать, ползать. Ну, вы только сперва мне дверь откройте, я пойду. О, спасибо. Услышали меня. А теперь что? Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Уже? Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Хорошо. Выбирайте ответ, который покажется разумным. О, тестики, ну давай. Нажмите старт на экране. Вот это мне нравится, давай. Вы планируете отпуск? Куда вы отправитесь? В хорошо знакомое место, где вам нравится? Или новое? Э, вы там что? Давайте спокойно себя ведите, не отвлекайте меня. Ну, я думаю, в новое зачем? Я жду вашего сигнала, Морган. Да я уже сделал. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так, держать. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Ого. Ничего себе. Меня никто не имеет права казнить. Вообще, какого черта? Такие же люди из мяса и костей, как и я. Кто им дал право меня убивать, чтобы я не сделал? Так, потерявший управление, поезд мчится по пути, которому прикованы пять людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Ну, то есть, либо одного, либо пять, да, забить. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но я не знаю, Сочи, какая разница. Ну, давайте переведем. Лучше, конечно, одного, чем пять сразу же. Спасем. Дальше. Потерявший управление, поезд приближается к пяти людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Давайте. Это нашего Алекса, прям туда и бросим. Потерявший управление, поезд мчится по пути, которому прикованы пять людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув под его колеса, но вы при этом погибнете. Ну, если я попаду куда-нибудь в историю, обо мне будут говорить, то, конечно, давайте. Красиво умереть тоже надо уметь. Я поражен. Угу. И? Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... Эээ... Это кофе? Тут пусто? Я думал... О боже! Офигеть! 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 Монстр превратился в стакан. Это как в трансформерах. Помню, было там тоже они во всякие предметики превращались. Ну, там, в механические, в роботиков маленьких, там. Кофемолки и прочее. У нас проблема. Как там Морган? Он жив. Усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Все очень печально, слушайте. Ну, хорошо. Это прям сейчас вот вы сейчас немножко отдаловите. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Дэспейсом. О! Мы уже в своей квартирке, опять же, да? Ну, хорошо. Что дальше? Притащили меня сюда, видать, в отключке. Портфель какой-то появился. Тебя же здесь не было. Слушайте, мне теперь это будет мерещиться везде. Вот кружка стоит. Тебе разбить можно? Спасибо. Я точно теперь буду знать, что ты не пришелец. И ты тоже иди к черту отсюда. А что мне надо делать? Кстати, что у меня за квест стоит? Так, нет задач вообще никаких. Ну, хорошо. Просто осматриваться. Может кто-нибудь чуть написал новенькое. Давайте поглядим. Шесть. По-моему, у меня меньше было. О, точно опасность уходить. И конец сообщения. Ничего себе их там сколько. Да, в смысле? Опять мне этот... Опасность уходить. Я не хотел. Никакой опасности здесь встречаться. Изношенный провод. Давайте возьмем. Это что-то пригодится. Сгоревшая плата. Ух ты. Тут, наверное, наверняка уже, я так заметил, можно что-то крафтить будет. Что-то делать. Ну, я так немножечко, конечно, о игре там читал. Прежде чем садиться за нее. Вроде бы как крафт тут присутствует. Ну, и вообще можно даже разбирать там предметы. Из них что-то потом собирать. Нести подъем. В смысле? Нельзя. Слишком тяжело. Я не способен на такое. Так, хорошо. Дальше ходим. Изучаем нашу комнатушку. Что-нибудь новое. Может тут что-нибудь изменилось. Ничего не изменилось. Не знаю, что делать. Надевать костюм и просто валить. Единственное, что сейчас я могу сделать, наверное. В эту же дверь? Да, точно. Да, она труп. В конце-то концов, а? Как все плохо. Заблокировано по-прежнему. Ну что, какие-то элементы хоррора начинают с M. Включите фонарик. Ладно, буду знать. Да что за дебилы там долбят опять? Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я, Январь. Это не сон. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Вы в опасности. Ага, понятно. Новая задача выбраться из здания. Хорошо, у меня есть фонарь теперь. Причем как-то странно, он на V включается. Я привык, что на F, в принципе. Чтобы ударить разовым ключом, нажмите. Ага, понятно. Все что угодно могу бить теперь, да? Ого, я еще и устаю, когда машу этим. Да кто там долбит опять? Я сегодня пол... Вот эта игра должна была, серия выйти, по идее, где-то на часа 4, если даже не на 5 раньше. Представляете? У меня весь день опять сосед делал этот свой ремонт поганый. Сверлил стенку и вообще у меня аж башка разболелась, пока я ждал, когда он это все закончит. Не знаю, надо все хлистать на это. Что произошло? Ага, так это все декорация. Вот это приколи. Бежать из квартиры ваши апартаменты. В смысле бежать? Мне не нравится это слово. Давайте как-нибудь я просто пройду, а не буду бежать. Хорошо. Вы в лаборатории симуляции. Идите к выходу. Я буду на связи. Хорошо. Давайте здесь, порывая, все изучим. О, записочка. Так, просыпается, включает будильник. За нами, короче, следят. Все знают, что мы там делали, в какое время. Так, почта ежедневная. Если вы бывали в филиалах нашей главной производительной линии, то знаете, что для достижения наших целей иногда приходится прилагать дополнительные усилия. А все внешние риски полностью учтены при принятии решений. И Алекс, и Моргана стояли на принятии решения о бессрочном продлении. Нечаянно. На счет утреннего происшествия. Всем. Мне известно, что вы потрясены утренним происшествием. Во избежание ненужной паники воздержитесь от контактов за пределами вашего отдела. В ближайшее время будет сделано объявление по станции. Тем временем команда Мисс Элазар проведена в полную готовность и отреагирует на любое ваше сообщение. Знаю, многие из вас обеспокоены судьбой доктора Белламби. В данный момент он находится в трендпункте. Его состояние серьезно, но стабильно. Благодарю за терпение и верность нашему проекту. Аликс. Это опять Аликс. Кругом этот Аликс. Ну ладно, выйдем отсюда. Здесь в принципе больше делать нечего. Слушайте, мне теперь все время кажется, что меня хотят убить. Обсерватория. Сторож. Сторож. Что здесь какой-нибудь сейчас стакан превратится в такое уже чудо-юдо-монстрятие. Ну что это было? Какие-то звуки неприятные. Мне это очень не нравится. Так, изучить Z. Ага, тут пароль. Сейв в комнате последственного оборудования. Давайте посмотрим. Это что? Пароль. Отлично. Хорошо, конечно, вообще. Пароль прям очень спрятан. Защита от пароля. Никому не сообщайте свой пароль. Пароль является. Ну это понятно. Мы знаем, что так неудачная установка. Симонс. Все сегодняшние результаты были отрицательными. Вы установили правильные нейромоды. Свяжитесь с грейвсом. И найдите причину проблемы срочно. Алекс. Насчет утреннего. Это все мы читали уже. Ну ладно. Здесь ничего новенького. Слушайте, этот пароль сюда тоже подходит? Нет? А, я его сам должен вводить. Надо его где-то найти. Наверное. Дело может быть написано. Вот на доске какой-то код. Сейф код. Ага. А как тебя проявить, интересно? Не ясно. Ладно. Может что-нибудь... Арт номер. Так, заказ, изготовление. Весь этот артикул забракованно. Разберитесь вместе с производственным отделом Марко. Может с помощью каких-то этих приборов можно там восстановить надпись, которая там была. Хотя вряд ли, конечно. О, ты меня изучаешь что ли? Привет. Я не знаю, что за код. Ладно, бог с ним. Хотя хотелось бы открыть. Вот так-то можно посмотреть. В принципе, там что-то 63 в конце вроде бы. 63 это похоже. А первые вообще размазаны. Слишком размазаны. Я точно не прочту их. Так, надо выметаться отсюда. Походу, выйти как обычно на свет. Давайте посмотрим, что здесь у нас имеется. Опять кружка стоит. Ненавижу вас. Ух ты. Угу, это как все проектировалось. Я взял, сломал. Хорошую вещь. Мне лишь бы чем-то ломать. Нельзя так, конечно, делать. Это тот самый проектировочный экран. Как все будет выглядеть за окном. Разводной ключ. Разводный ключ. ГФС промышленного образца. Стандартный инструмент обслуживающего персонала Транстар. Хорошо годится для оглушительной профилактики и механической встряски. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы ударить ключом. Зажав левую кнопку мыши, вы накопите силы. Для мощного удара все атаки разводным ключом расходуют выносливость. Это я уже заметил. О. Сильный удар. Хорошо. Умеем. Можем. А как блокировать, интересно. Ух ты, тайная комната в нашу же комнату. Офигеть. У нас есть быстрый вход к себе. Ну ладно, пригодится. Ящики, конечно, носить мы не будем. Так, тут, наверное, уже надо включить свет. А что-то как-то темновато становится. Ух ты. Так, ну это выход, скорее всего, мне туда. А тогда что здесь? Интересно же посмотреть. Какая-то комнатушка. Давайте полазим. Закрыть дверь. Да, не, не надо. Прожектора. Опасность. Включить нельзя. Точнее, не включить, а просто дернуть рычаг. Я бы дернул, посмотрел, что бы из этого вышло. Такая тишина гнитущая. Что происходит? Ты что, падаешь, э? Падва, ты откуда взялся? Ничего себе. Ага. Получается, он прикинулся под этот... Да блин, кто там долбится? Они меня еще добивают. Тут и так игра жутковатая. И черт эти хуй... Там стучат у меня на заднем плане. Я вообще, по идее, все предметы должен бить, чтобы, мало ли, вдруг не быть подверженным атаке. Опасно. Он может быть где угодно, эта тварь. Так, а где я оказался? С какой стороны я вышел? Ты, коробка, нет? Моток, моток можно взять. Я не знаю, зачем они мне нужны, но, скорее всего, в будущем пригодятся. Чего-нибудь я из них точно заварганю. Так, ну, очевидно, манев туда. Я уже с этой же комнаты и вышел. То есть мы, по идее, просто намотнули круг, и все. Ого. А, это сверху течет. Я думаю, что за звуки кошмарные такие. Ну, когда, знаете, полная тишина стоит, немножко как-то не по себе. Два столика. Подозрительные все предметы надо сразу бить. То есть, если видишь два каких-то одинаковых предмета, я думаю, надо сразу их дубасить. Потому что один из них, это может быть просто прикинутый пришелец. Ого, рация пробивается. Интересно, где она? Слышали? Кто-то бежал. Да где я? Что это за звуки? Откуда это может быть? А, это ты, что ли, появляешься? Я думаю, что за шум? Ты заклинил, что ли? Угу, точно. Мне, наверное, ехать куда-то надо. Давайте посмотрим, прежде чем ехать, что здесь у нас. Так, ну мы тут тесты проходили, это получается. Их комната. Пепельницы тоже ненавижу. Все, буду бить. Нажмите ОК, чтобы перезапустить симуляцию. Перезапустили, отлично. Ух ты, аптечка. Тоже пригодится. Меня быстрого выбора позволяет мгновенно. Так, какую кнопку нажать? Цифровую клавиатуру. Снаряжение Е, подробности. Давайте. Так, Е, это по-русски, наверное, Е. Т? Не работает. Вообще ничего не работает. Вообще ничего не работает. Кстати, руку отшибаем, когда бьем по твердым предметам гаечным ключом. Ну, ну и понятно. Ах ты, тварь. Тифон, как Аплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Ага, я заметил уже. Так, ну одного мимика мы победили. Теперь с любой стороны может появиться вот этот тут гад. О, еще плата. Так, ну это тележка ОВМ обычная, в принципе, наверное, я думаю. Интересно, как их можно определять, что это мимик? Так, насчет утреннего, это мы читали. Морган, поведение. После этого срыва на опросе Алекс требует, чтобы все распоряжения проходили через него. Пока ожидается психологический анализ. Алекс подчеркнул, что не хочет больше никаких сюрпризов от своей родни. Как будто мы хотим. Морган ничего не помнит о последнем тестировании. Как и должно быть. Но агрессивная реакция на тот же комплекс тестов явное отклонение. Я рекомендую приступить к отслеживанию изменений личности, прежде чем мы приступим к новым тестам на опросах в процессе тестирования. Белами, пишет это. Или Белами? Белами, наверное, скорее всего. Я вас всех тут перебью. Я не знаю, где нормальный предмет, а где нет. Лучше все бить. О, кружка. Не доверяем. Алекс. Симмонс, что происходит? Не курить. У нас проблема. Как там Морган? Он жив. Усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Отлично. Тут даже звуковые сообщения эти переведены. То есть, ну не текст там просто появляется, а можно идти, слышать. Это очень хорошо. Я уже соскучился по переведенным играм. Постоянно приходится отвлекаться и глаза свои раздваивать, смотреть и на субтитры, и на то, что на экране происходит. И постоянно не поймешь, все ли там правильно делаешь, пока читаешь. Здесь можно просто отдыхать. Идешь себе, смотришь. Так, ну здесь закрыто. Нет, смотрите, открываются двери. Я думал, не туда. Так, ну если здесь открывается дверь, тогда что там? Давайте сходим. Какая-то комнатушечка тоже, наверное, что-то интересное. Я уже вижу этого гада черного. Только что он в кого-то превратился. Он, по-моему, вот в эту вот гадину, которая лежит. Либо в тебя. Нет. Вот это, наверное. Нет, значит, ты... Да я видел только что. Ага, вот он ты. Я знал, ты здесь. Я тебя видел. Я выдохся. Ах ты тварь. Я не могу много махать. 90 оставили всего. Еще один, что ли? Да, вот что-то многовато вас. Ты где? Сволота такая. Под кого теперь ты косишь? Под стеклышки. О, вот он. Он так быстро перемещается вообще. Мне бы его чем-нибудь таким стрелковым бить, что ли? Дробовиком там каким-нибудь, я не знаю. Чтобы бахнуть по нему, чтобы кишки только разлетелись. Ты? Нет, не ты. Кружка. Кружка. Ага. Кружка прыгает. Это бак или это так должно быть? Вы застали замаскировавшегося мимика врасплох. Да, это значит он был отлично радует. Так что за записки ничего не написано. Нажмите ОК, чтобы перезапустить симуляцию. Конечно же. Я тебя же ударил. Да? Я ж тебя успел ударить. Тварь ты такая. Откуда она выскочила только? Прод. Интересно, у меня инвентарь бесконечный или нет? Пока что я хапаю все подряд. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас имеется. Статус зеркала, крыша. Так, это неинтересно. Ну и здесь тоже исключительно техническая информация. Ну, для тех, кто там в этом разбирается. Во всем, кто создавал всю эту симуляцию здесь местную. Нам это ничего не дают. Все эти схемы, коды. Вот мне интересно, как лечиться. По-быстрому лечиться. Кью? Нет. Я смотрел, кстати, перед началом игры, конечно же, управление. Уберите! И ни черта не понял. Вонючка такая. Она еще и мутирует. Плодится. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Замечательно. Так, давайте обыщем, конечно же. Так, а как все просто взять? Все... А. Вот сюда может просто нажать, да? Или просто А. А, то есть зажать надо. Хорошо, понял. Вы давайте это. Прекращайте. Я вас чувствую. Вы где-то здесь ходите. Один сюда убежал куда-то. Превратился в что-то. Наверное. Нет? А если я замаскируюсь под куст? Меня не обнаружат. Эх, застам расплох. Так, кто-то из них здесь, короче, мимик. Скорее всего, вот этот стул, наверное. Иди сюда. Нет, не он. Возможно, здесь что-то из них. Так, что тут необычное? Листики. Нет. Шкаф нельзя обсмотреть. Нормальный. Ты? Нет, тоже нормальный. Ну, возможно, здесь все хорошо. Ладно. Срочно? В смысле? Привет. По-моему, Белами вынес из... Новая задача, ладно. Так. Белами вынес... Да хватит пугать меня. Хол. Вынес из исследовательского отдела данные о мимикрии и телекинезии. Сходите в травмпункт и найдите на его теле. Пропуск в каюту. Прошу прощения, но Алекс в штаны наложит, если эти данные попадут в чужие руки. Ага. Где-то, значит, в холле лежит на нем пропуск. Надо будет его найти. Здесь, может, что-нибудь тоже интересно есть. Никакой важной информации для нас. Так, все, здесь больше делать нечего, наверное, точно. Куда-то сюда убежали мимики. Мне надо... Так, играйте по-своему. Экспериментируйте. Пытайтесь по-разному справиться с трудностями и врагами. Если вам встретилась заперта дверь, вы можете поискать пропуск от нее или придумать что-нибудь еще. Получая новые навыки, вы расширяете список доступных возможностей. Понятно. Кто из вас тут мимик? Ты? Нет, не ты. Ты? А, это вообще записка. Снова заказа теста. Так, это неинтересно. Ладно. Две кружки. Вон он. Иди сюда, тварь. Иди сюда. С волота. Прячешься тут за мной. Я знаю, ты там. Так. Просто катается. Ладно. О-о-о. Под стол. Под табуретку. Ты что это вздумал? Шифруется. Шифруется. Смотрите. А быстро они урон сносят. Точнее, здоровье сносят. Ах, гады. Уже со спины нападает. 75 оставил. Да при том, что я играю. Это на какой сложности? А если на харде? Тут вообще, наверное, труба. Симуляции. Новый пропуск. Отлично. Так, это что у нас? Новая как-то почта есть. Мои ребята. Так, сдвиги в личность. Это мы, по-моему, не читали. Ну, здесь, в принципе, можно прочитать на паузе. Здесь особо ничего такого. Это все наши тесты, которые мы проходили. Ежедневное тестирование. В данный момент состояние доктора ЮМЛ не позволяет нам получить полезных результатов. Я уже не говорю о серьезных повреждениях, которым наверняка приведут постоянная установка и удаление нейромодов. Так почему тестирование продлено на определенный срок? Неопределенные силы. Да, я тоже это заметил. Ты знаешь, я не люблю называть имена, но действительно, в твоем отделе наблюдается всплеск жалоб на острые приступы тревожности. В лаборатории психиатроники ситуация еще хуже. Я говорил с Келл Струпом о необходимости борьбы со стрессом. Уверен, это не отдельный случай. На собрании директоров я сообщу об этом Алексу. Матиско пишет. Все с вами ясно. Будем все вышвыривать, все расшвыривать, чтобы тут, не дай бог, никто не спрятался. Так, и ты тоже пойдешь отсюда, к чертям собачьим, все будем расшвыривать. Кстати, уже не... А ты еще кофейный? Так, это мы тоже читали. Уже не просто сосед по стенке, по квартире уже сверлит, а еще кто-то и сверху решил. Они сегодня решили все сплотиться вместе против меня, чтобы я ничего не записывал. Я и так весь день сидел, хватит издеваться надо мной. Требуется хакер, ух ты, это можно прокачивать, значит. Ясненько. Можно прям таскать шкафы. П, обыскать. Джи? Да ничего, ну когда там что-то есть, нам пишется как бы сразу же показывать, что там есть, что нет. Так, я убил, по-моему, уже три мимика, по-моему, их всего три было. Наверное, здесь больше никого не должно остаться. Ух ты, одна почта какая-то. Вопросы симуляции. Так, это что у нас? Ну, я думаю, здесь тоже можно так на паузе все более подробно прочесть. Я так бегло пробежался, вроде ничего такого важного для нашего квеста, для задания тут нет. Ох ты, гаечный ключ появлялся, в смысле? Что это значит? Вот, смотрите, гаечный ключ куда-то появляется. Не ясно. Так, давайте посмотрим инвентарь, как это работает, как быстро можно использовать аптечки, всякие пакеты. П, использовать. Так, опять у меня начинает сосед, и значит, скоро мы, наверное, сделаем паузу, потому что, ну, это ни в какие рамки уже не кладется, не лежит, вообще не знаю, как с такими людьми жить можно. Надо куда-то переезжать, выпить, в смысле? Я хочу выпить. А, ну, все понятно, я только что здоровье восстановил уже. Давайте разобьем на всякий случай. Надо собственную какую-то студию создавать закрытую, чтобы я там сидел, как в бункере вообще, от всех людей, абстрагировавшись, чтобы никто меня вообще не мучил и не доканывал своими ремонтами. Ты кто такой? Вот с ним-то я с гаечным плечом вряд ли справлюсь. Это был Фантом. Тифон Антрофантазмус. Ага. Не останавливайтесь. В смысле не останавливайтесь? Да-да-да, там какая-то тварь идет, кстати. Сверху-сверху катушка. Эх, я думал, мы ее заберем. Где этот Фантом? Я не хочу с ним видеться. У меня всего лишь в руках какой-то гаечный ключ, а там... А там такие твари ходят. Отрывок из книги. Ладно, бог с ним. Я собственного гаечного ключа сейчас испугался, уже вздрогнуть успел. Все будем разбивать, чтобы ничего не оставалось. Ладно. О, починить ремонт один. Ну-ка, починить. Давайте попробуем. Не работает. Не получилось. Ух ты, мимик разбитый. У-у-у-у-у, тварь. Как бы сразу его бить, а не изучать. Пушка, пушка, иди сюда. О, да. Вот это хорошо. Что за дерьмо? Это что за гелевая и мобилизирующая переносная система? Гипс-пушка Транстар выводит из строя или обезвреживает цели, не причиняя им вреда. С помощью гипс-пушки можно также гасить пламя и временно устранять пробои электроизоляции. А затвердевшая пена способна выдержать человеческий вес. Чтобы выстрелить из гипс-пушки, нажмите левую кнопку мыши, но это понятно. Ничего себе. Вес может выдерживать. То есть мы можем ходить по ней. Мы можем себе лестницу соорудить таким образом, я так понимаю. Допустим, чтобы до того парня дойти, да? Вот что-то тут лежит. Давай сюда. Что там? Баллон для гипс-пушки. Наташа Никола. Русские. Промахнулся. Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Да в них еще и фиг попадешь этой пушкой. Она как метает кал. Она не стреляет, она как рогатка какая-то. Да черт возьми, ты что такой неуязвимый? Фиг попадешь по ним. Ну, кстати, если я их обнаружил, хорошо мне теперь их показывают, где они находятся. Это очень приятный момент. Ты откуда здесь взялась? Тварина-то такая. Давайте бить его. Последнее оружие этап, я это читал в описании. Быстрее к нему. Не успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штукай медленно, перезаряжаешься быстрее. Хе-хе, какая она долгая. Да тап, тап, а не капсловок, е-мое. Ох. Мое управление. Иди сюда, тварина. Так, где я тебе тут только что делал? А ты уже все, наверное, это, перевоплотился обратно. Ну точно. Бей! Мы выдохлись. Понятно все. Что-то я вообще не могу ничего делать. Вы видели, как он шевелится? Еле-еле двигается. Нападает. Ах ты гнида. Слушайте, сложно с ними сражаться. С этими мимиками они очень быстрые. Слишком быстрые. Фух. Так, нет. Снаряжение И. Хорошо. Слушайте, мне эта пушка вообще не нравится. Она как-то медленная. Да не то, что медленная, как это вообще убогая. Ей, если только стрелять в каких-нибудь очень медленных там... В очень медленных врагов. С этими врагами, с такими, которые быстро так шустро двигаются, вряд ли мы что-то сможем сделать. Так, кстати, пароль. Только что, наверное, была. Кабинка службы безопасности. Наверное, у него должен быть. Ты кто такой? Что здесь у нас? Баллон еще, да? Ну, хорошо. Все? Вроде все. Так, может быть, через верх можно туда как-то пробраться. Хотя, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Не знаю точно. Так, ну мне куда-то туда нужно идти. Слушайте, тут проблемы у меня какие-то возникли. Уже первые враги, с которыми, ну, так-то сложновато, если что. Но, с другой стороны, я ожидаю какое-нибудь оружие помощнее. Наверняка нам скоро оно попадется. Это пока что так. Развлековавка в самом начале. Вот эти всякие гипсок, пушки. Так, ну и что, давайте сделаем тогда на этом паузу. Ну, сейчас, потому что вы сами слышите. Наверняка слышите на заднем плане. Ну, это невыносимо вообще. Они весь день сегодня со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку, слева, справа, отовсюду. Вообще, в 3D, в 4D, стерео долбят, сверлят. Перфаратами все там разрушают. Мне невыносимо. Я не могу записывать серии. Будь они прокляты вообще. Ну, в общем, увидимся в следующей серии. Надеюсь, пилотная была удачной. Если так, конечно, как обычно, там пальчики вверх, комментарии. Все, что вы думаете об игре. В общем, увидимся. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч.